Приветствую вас, дорогие друзья, и вас, гости моего канала. В Риме летом очень жарко, и это еще не август. Он всегда считается самым жарким месяцем в году. Именно поэтому в городе очень много питьевых фонтанчиков, чтобы каждый мог утолить жажду. Вода в Риме очень вкусная. Сегодня я решила прогуляться по Риму после обеда и снять для вас небольшое видео. Пока я готовлю видео с рассказами и историями, решила показать вам атмосферу города. Некоторые из вас просили показать, есть ли туристы в городе. Есть, и их много. Конечно, не так, как раньше, но есть. К сожалению, история с ковидом продолжается, и опять вводят новые ограничения. Наша прогулка начинается от Колизея. Колизей считается самой посещаемой достопримечательностью Рима. И поэтому, если у Колизея много туристов, в наше тяжелое время для путешествий, это означает, что в Рим вернулись туристы. Рим – единственный город в мире, в котором находится такое большое скопление достопримечательностей, о которых можно рассказывать много и интересно. Но я сегодня на историях и рассказах останавливаться не буду, а предоставлю вам возможность самостоятельно прогуляться по вечному городу. Но если только название мест буду называть и поясню чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы так часто с вами гуляем по этой улице, что даже тот, кто ни разу не был в Риме, уже запомнил название этой улицы. Да-да, это улица императорских форумов. Уже в городе появились и туристические автобусы. Это тоже радует. На площади Венеция продолжаются работы по укладке римской брусчатки. Еще один римский дворик. Римские дворики – они великолепны. Капитолийский холл, алтарь небес и лестница, которая была сделана по проекту Микеланджело. От Капитолийского холма я сейчас пойду в сторону Театра Марцелла. Многие туристы не доходят туда, потому что достопримечательностей в Риме очень много, и охватить все сразу невозможно. На моих экскурсиях по Риму я обязательно знакомлю гостей города с этим замечательным памятником. Его строительство было начато еще при Гае и Юлии Цезаре, а закончил строительство первый император Рима Аттолиан Август. Этот античный театр был построен до нашей эры, и, как видите, в Театр Марцелла встроен жилой дом, в котором до сих пор живут люди. Театр Марцелла почти на 100 лет старше Колизея. Мы с вами находимся на территории района еврейского гетто. Рима Аттолиан Август Рима Аттолиан Август Рима Аттолиан Август Узкие улочки района приведут на площадь Матеи, в центре которой находится фонтан Черепах. И у площади, и у фонтана есть своя интересная история, которую я обязательно расскажу. Мне надо снять более подробное видео с маленькими секретами этой площади. Ну а пока мы просто гуляем и любуемся черепашками и элегантными фигурами обнаженных юношей, выполненных в бронзе. Рядом с площадью Матеи находится дворец семьи Матеи. В 15, 16, 17 и 18 веках почти все аристократические семьи собирали коллекции скульптур. Не были исключением и Матеи. Их коллекция была такая большая, что больше не вмещалась во дворец, и пришлось спроектировать дворик, куда поместили часть коллекции. Перед нами изумительное собрание скульптур, бюстов, рельефов, и все это встроено в фасад здания и украшает дворик. Вот поэтому я и говорю, заходите в римские дворики. Во втором дворике можно увидеть полосатый античный саркофаг, переделанный в фонтан. Семья Матеи были известны как коллекционеры и меценаты. Рядом с еврейским гетто находится Ларго де Торре Арджентина. Большую часть площади занимает зона археологических раскопок. И здесь же находится приют кошек. В начале 20 века во время строительства дороги были обнаружены храмы времен Римской Республики. Когда начались раскопки, из пустот, находившихся под землей, на улице Рима выбежали крысы и мыши. Чтобы избавиться от этого нашествия, со всего Рима были привезены сюда кошки. А сейчас на территории археологической зоны находится приют для кошек, благодарный за спасение им. Давайте хоть на минуточку заглянем на улицу Джулия, которая была проложена при правлении папы Юлия II. Сейчас мы с вами находимся уже на площади Форнези. Здесь внимание всех привлек дворец Форнези. На фасаде дворца появилось что-то похожее на фреску. Сейчас во дворце Форнези проходят реставрационные работы, чтобы вернуть первоначальную красоту материала. Работы завершатся в 2025 году. И потом я слышала, дворец будет открыт для посещения. Хочу закончить нашу небольшую прогулку по Риму на самой красивой площади, на площади Навона. А у меня на следующей неделе грандиозные планы. Я впервые после открытия иду в Мавзолей Августа. И в конце недели иду в галерею Бургетти на выставку. Сама галерея Бургетти со своей коллекцией – это настоящая жемчужина. Там находится самая большая коллекция скульптур мастера Бернини. И как-то раз я пообещала сама себе, что должна ходить туда на каждую выставку, которая проходит в галерею. Знакомиться с выставкой и еще раз прикоснуться к творчеству Бернини. Сейчас уже трудно представить Рим без работ Бернини. В июне 2021 года в галерее Бургетти открылась выставка Ферстер. Честно сказать, я про него ничего не слышала. Но очень хочется посмотреть, как его работы будут смотреться рядом с работами Бернини и Караваджи. И, надеюсь, смогу снять для вас видео. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Будем гулять по Риму вместе. Субтитры сделал DimaTorzok